Всем привет дорогие друзья! Сегодня на преддверии праздника мы будем готовить с вами аранчелло. Это наливка, настойка, я не знаю как это правильно называется, я не спец в алкогольных делах, поэтому не судите меня строго, главное что получается у нас очень вкусно и веселяще, а для праздников это как раз то что нужно. Делается все нереально просто, я возьму 4 апельсина, они у меня среднего размера, можно взять либо 3 крупных, либо 4 вот небольших как у меня. Эти апельсины я буду морозить, для тех кто делал лимонад апельсиновый, они знают о чем я говорю, это чтобы избавиться от горечи в апельсинах. Можно, если вы боитесь все-таки, что апельсин будет горчить, его снять с него вот этот оранжевый слой, цедру снять и затем уже снять отдельно белый слой выбросить, а все остальное перекрутить на мясорубку. Но я просто буду морозить, не буду заморачиваться, так как я делала лимонад и я знаю, что горчить у меня не должно от апельсинов после заморозки. Режу на вот такие вот произвольные дольки, чтобы мне потом было удобно перекрутить на мясорубку. После того, как мои апельсины за ночь хорошо замерзли, утром я их перекрутила на мясорубку, и они немножечко как бы оттаяли, потом я их перекрутила, чтобы не убить, конечно же, мясорубку. И теперь буду добавлять водку в свои апельсины. У меня здесь 0,75 водки, можно использовать на литр. 4 апельсина как раз где-то обычно на литр берут. И получилось у меня вот так вот пол трехлитровой банки. Отправляю настаиваться от 2 до 5 дней при комнатной температуре. Не бойтесь, бродить у вас точно ничего не начнет, потому что там все-таки водка. И теперь буду готовить сироп, которым буду разбавлять свою наливку, настойку, чтобы она не была чересчур веселящей, потому что можно так напробоваться, что потом и нового года не видно будет. Для этого я сварила сироп. Вот такая вот у меня получилась вот наливка-настойка. И отдельно у меня вот теперь остывший полностью, обязательно полностью остывший сироп. Я его довела до кипения и полностью остывший добавляю сюда к моим апельсинам. Все еще раз хорошенечко взболтаю и буду уже отцеживать. По сахару и по кислоте нам придется уже потом еще варьировать и добавлять, либо уменьшать, ну точнее уменьшать крепкость, если добавить кипяченой воды, и добавлять кислоту либо сахар. Потому что вы никогда не угадаете, апельсины у вас были более сладкие или более кислые, вы так не угадаете это на глаз. Поэтому я вам даю стандартную пропорцию, но если вы будете пробовать и вам будет не хватать кислоты либо сахара, по чуть-чуть добавляйте, пробуйте, только не напробуйтесь, конечно. И добавляйте того, что вам не хватает. Если будет сильно крепко, добавляйте просто кипяченую воду. Вы видите, тем временем я отжимаю полностью, делаю такой себе апельсиновый жмых внутри, вот так вот скручиваю все, делаю через ХБ полотенце, так мне не придется процеживать мои апельсины несколько раз. У меня сразу уже получается вот такая вот чистая наливочка внизу. Потому что именно полотенечко плотное и никакая оттуда ничего не вылазит. У меня получилась практически трехлитровая кастрюлька этого вот апельсиновой настойки. И размером с один апельсин где-то вот так вот жмыха у меня получается. Не вздумайте, конечно же, выбрасывать этот жмых. Вы даже не представляете, насколько прекрасно он в любой выпечке. Я беру, делаю вот такие вот небольшие шарики и их морожу. И потом один шарик добавляю в какой-либо бисквит. А как бесподобно они в каких-либо дрожжевом тесте в булочках. Смешивайте это все с медом, либо с орехами еще. И это все в начинку в дрожжевые булочки. А потом это еще все теплым молоком поливайте. Боже, как это вкусно, уже хочу. В общем, я удаляюсь от темы. У нас получилось 3 литра, практически 3 литра. Я, в общем, добавила до 3 литров, потому что мне было немножечко крепковато. 3 литра вот такой вот вкуснейшей настойки. По-настоящему апельсиновой. Это очень по-праздничному. Обязательно попробуйте, сделайте. И с наступающими всех праздниками. А с вами, как всегда, был Кекс. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...